1! 1! Это на старте, они все пока еще сухие, чистые и быстрые. Некоторые даже не подозревают, что их ждет впереди. После каждого этапа на трассе их становится все меньше и меньше. Но многие стараются, если не добежать, то дойти до финиша. Да ты! Еее! Конечно! Спасибо. Как самочувствие? Я много. С виду все кажется элементарным и простым, но когда твои ноги скользят, а вся одежда мокрая и грязная, выполнение некоторых элементов становится практически нереальным. Изюминка этого года детский забег. В сопровождении родителей мальчики и девочки преодолевали свои препятствия. Главное здесь эмоции. Мне понравилось кидать сетку и все понравилось. Особенно лучше мне понравилось залезаться на веревке маленькой. Это очень круто. Всего на татарстанский этап собралось более 1300 участников. Масштабы поражают. С каждым годом желающих проверить свои силы становится все больше. Более 20 препятствий, которые предполагают и подъемы, и спуски, и водную гладь, и предполагают какие-то сложности и вызовы самому себе. Здесь яркие люди, здесь сильные люди, здесь мужественные девчонки и мальчишки, мальчики, девочки, мужчины, женщины, которые сегодня в республике Татарстан вместе участвуют в гонке героев. Для тех, кто не мог пройти этапы, давались по два браслета. То есть из 20 препятствий дважды можно было ошибаться. Но даже при таких условиях многие из участников не пользовались привилегиями. Сегодня было сложно бежать. Ноги не бежали. Руки держали, ноги не бежали. Так бывает. Последнее, это ворезь, по-моему, под названием. Трудно далась. Потом прыжки с высоты, с 5 метров на воду, наверное, самое сложное. А все остальное более достигаемое. Финальный этап гонки героев пройдет в Москве 15 сентября. Участники татарстанских забегов точно не должны ударить в грязь лицом. Алмаз Гафиатов, Игорь Романов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова